Всем привет! На днях тут проходили дебаты на пост императора. Правда, пришли далеко не все участники дебатов, нас было всего три человека из пяти, но в конечном итоге всё состоялось, и вот как всё это проходило. Ребята, выступить придётся в любом случае всем, Джонни, давайте начнёте. Окей, давайте попробуем. Эй, кто меня кидает, консервные банки, которые Саня раздавал, блин! Подачки ваши! Сейчас гранату кину! Ну, спокойствие, граждане. Хорошо, мы на дебатах. Пришли, правда, сегодня не все кандидаты. Лысый. Сам ты лысый! Хотя это факт. Вот смотрю на всех этих кандидатов, и задаюсь вопросом, вы какого чёрта сюда припёрлись вообще? Какого хрена вы здесь делаете? Я вашу программу читал, а один тут собрался площадки детские красть какие-то. Где дети? Куда детей дели за всё это время? Политики вы хреновые. За 10 лет всех детей в рабство сдали, в Чернорусию. Ради кого вы тут чё-то красить собрались? Я не понимаю. Другой тут это, что он тут обещал уже, я читал. Чё он там хотел? Договариваться с повстанцами, правильно? Кто вас слушать станет на востоке? Вот вы приедете, вам по заднице надают ремнём, приедете обратно в ковалу. В этих полиэтиленах, блин. Если я не ошибаюсь, как раз да, вот Санечка обещал дать власть, вы только вдумайтесь, власть народу. Народ не понимает в политике ничего, у вас нет ни образования, ни понимания, как вся эта система работает, что вы там собрались делать, какая власть. Вон в Чернорусию уже дали власти рабочему классу, блин. Граждане, проявляйте уважение. Вон уже пустые банки в меня кидают от Санечки, наверное, или кто там раздавал. Да, вон вадик Блокстоун, ваши пять минут вышли. Следующий кандидат, дабы, господа, Саня Спешил. Я действительно вас ценю, вас люблю и уважаю. Смотрите, тут некоторые граждане-грависты под названием Джонни Блокстоун и всякие кидаются с этими обвинениями касательно подкупности, продажности, т.д. и т.п. Мне кажется, они недостойны данного поста. Так как один является террористом, а второй является гопником. То есть, соответственно, Фудрика Хама и Джонни Блокстоун. Почему они недостойные? То есть, Джонни Блокстоун устроит здесь полный хаос и беспорядок с включением ядерного оружия. Я тебя повешу! Вы хотите ядерное оружие? Кому оно нужно? Здравствуйте, кандидат. Меня зовут Фудрика Хама. Являюсь кандидатом губернатора. Все здесь меня, конечно же, многие знают. Знают, возможно, нет. И абсолютно вот сейчас неважно вот эти выигрки. Смотрите, ребята, все вы знаете страну, если вы знаете страну, которая является победителем во всей мировой гонке. Она перед вами. Саша, это вообще серьезно, я как-то школьник хочет стать губернатором. Саня, блядь. Саня с каталога класса. Саня, спасибо. Саня, ответь ему. Саня, это вообще смешно. Хорошо, даже если не Саня, давайте разберем Джонни Блокстол. Давайте. Вообще его видели, блядь. Вообще его видели. Это кто такой? Это кто такой? Вы видели его и посмотрите, ребята, на меня. Вы будете подходить к резиденции, видеть вот эту троицу и понимать, что его под защиту. Понимаете? Всем, ребята... Три дебила это... Да, мы будем продолжать в следующем формате, Джонни Блокстол. Если вы хотели что-то еще сказать, говорите, пока ждем Саню. Без проблем. Давайте. Продолжим в формате, что все кандидаты выйдут на сцену. А кто такой Блокстол? Перед тобой Блокстол стоит. Кто это не видит? Кто слепой? Кто ослеп? Бинокль тебе дать? Вся ваша программа, вся ваша программа стоит на подачках. Один хвастается тем, как он тут помогал. Грузовички раздавал, другой видеокарты собирается выдавать. Я сразу говорю честно, никто ни хрена не получит за просто так. Хотите, заработайте. Моя задача обеспечить безопасность, чтобы вы работали в мире и порядке. А подачки, вот пусть дают и можете за них голосовать без проблем. Граждане, 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 успокойтесь. Тихо, тихо. Я понимаю. Тихо! Тихо. Я говорю факты. Я говорю факты. Вы ведетесь на подачке. Вы ведетесь на подачке этих людей. И я никому не дам подачки. Все тишину, все тишину. Граждане, на данный момент никакого смысла проводить какие-то мероприятия, гуманитарную помощь для граждан. Ну просто нет, это впустую потраченные деньги из бюджета будут. Мы должны вам обеспечить условия для, так скажем, благоприятной работы, но не давать подачки ни в коем случае. Ответственность за безопасность лежит в данный момент, в текущий момент на сотрудниках полиции. Если они с этим не справляются, ну, что я могу сказать, это уже вопросы к полицейскому департаменту, а мы должны проконтролировать, чтобы они со своей работой лучше справлялись. Вплоть до урезания бюджета, либо смены действующей власти, если это все будет через жопу. Наш бюджет, скажем так, целенаправленно выделяться на какие-то помощи не будет. Есть другие более важные проблемы, а это безопасность. Именно в столице. Учитывая, что тут происходит в последнее время, я думаю, все прекрасно знают. Он с кем разговаривает? С тобой я разговариваю! Ты меня не слышишь, что ли? Ты меня слушай внимательно и записывай. Возьми блокнот. Ты нам обещал бипки, тачки, телок. Это не я, это Саня, это Саня, все. Это все Саня, нет. У меня есть ваше голосовое сообщение, то, как вы говорили, что вы нам дадите. Все вас изберут губернатором. Это все монтаж, это все подделка, это не настоящее все. Это ваш голос, это ваш голос. Ты, тебя прислали сюда, тебя наняли, чтобы ты спровоцировал этот конфликт. Я тебя сразу раскусил, я тебя узнал. Выведите его, расстреляйте. У кого-то есть какие-то вопросы к кандидату Блэкстоуну? Давайте первый, вот из первого ряда, доктор. Значит, вы сказали, тупых раздач не будет. Как вы классифицируете тупые раздачи и не тупые раздачи? Хороший вопрос, брат. Смотрите, даже вот на примерах могу сказать, как проводили раздачи до меня при текущей власти и люди, которые участвуют в дебатах. Это тупая раздача, потому что все это было выдано абы кому? Гражданам, негражданам, маньякам, людям бесправ. Выдали грузовики, что они с ними делали, я не знаю, куда на них поехали. Эти грузовики, скорее всего, разобрали на запчасти, может, наркотики на них перевозили, я не знаю. Если какая-то раздача... Это же раздача, как ни крути, верно? Ну, смотрите, на этом грузовике могут творить хаос. Эти грузовики могут использовать в террористических актах. Это неправильная раздача. Это просто все делалось ради того, чтобы набрать себе больше политических очков. На дебатах, на выборах, называйте это как хотите. Это вас просто покупают. Это неправильно. А действительно нуждающие люди, которые нуждаются в технике, рабочий класс, люди, которые голодают, они получают ничего. Я до сих пор, блядь, коробки живу под мостом, вы понимаете? При текущей власти. Ну, смотрите, ядерное оружие. Во-первых, это позволит нам диктовать наши условия на мировой арене, потому что нас никто не уважает. Нас считают страной третьего мира, а то и четвертого. С нами никто не считается. Я категорически поддерживаю наличие ядерного оружия. Я верю, что только с помощью ядерного оружия мы сможем заставить уважать нас и бояться весь мир. Так какого черта вы сюда приперлись тогда, спрашивается? За все это время, смотрите, ситуация на Востоке с каждым днем только ухудшилась, правильно? Сейчас там полная жопа, война идет. Что происходит? Люди с этого Востока, которые там не прижились, которым дали по щам, по заднице, показали их место, они все приехали в столицу. Зачем они сюда приехали? Чтобы самоутверждаться, чтобы поднимать свое эго, отыгрываться на людях, которые не могут дать им значимый отпор. Однако люди с Востока, люди достаточно серьезные. Ситуация вышла из-под контроля, и ни полицейский департамент, ни частные военные компании в данный момент не могут как-то повлиять на ситуацию в этом регионе. Там полная жопа. Именно наличие жесткого аргумента в качестве красной кнопки на моем рабочем месте будет решать такие проблемы. То есть вы хотите принять ядерное оружие на территорию собственной страны и просто с повстанцами ядерного оружия? Неправильно. Я в любом случае постараюсь решить вопросы другими способами, более гуманными. Но если у нас это не получится, к сожалению, придется решать это так. Второй вариант. Ядерное оружие нам нужно для того, чтобы мир с нами считался. Нас никто не боится. Я, кажется, понял, в какой видеозаписи идет речь. Их осталось двое. Саня, кандидатуру снял? Быстро жить хочешь? Кандидат Фуд. Ты видишь, есть такой вопрос интересный. Так точно. Как вы планируете подготовить наших граждан к возможному инопланетному вторжению? Какие, так скажем, шаги конкретно вы собираетесь предпринять, чтобы обеспечить безопасность? Ник. Хорошо. Перестань. Инопланетное вторжение, верно? Хорошо. Гражданин Бокско. Давайте, значит, во-первых, на острове имеется такой предмет, как шапочки из фольги. И для всеобщего успокоения, каждому наголу, надену, лично. Хотя у нас было тут вторжение, согласен, но оно было достаточно, не знаю, скомпрометировано как будто. Я в него не верю, как будто бы разогнали панику губернаторы прошлые, поэтому не совсем уверен в этом. И когда прилетали якобы эти вот все гуманоиды, да, они, значит, с ними вроде как договорились, они же куда-то делись. Поэтому Бокстоун, либо договоримся, либо все это ложь, их не существует. Дети, а вот насчет шапочки, насчет шапочки вставили, вот Санечка как-то шапочку носил, но его все-таки похитили каким-то образом. Шапочки явно не работают, Санечка подтвердили. Понимаете, шапочки носил, видимо, кирпич все равно упал, не помогло. Нужен более жесткий аргумент, я считаю, все-таки, чем шапочка. А вот по поводу насчет договоренности, не знаю, вы готовы лично пойти на переговоры с инопланетными существами, если они прибудут? Я понял вас. Хорошее качество. И без правильного жилета, посмотрите на себя. За человечество. Не только за Алтис, но и за все человечество, правильно? Конечно. Так. Вообще, Блэкстоун, вообще Блэкстоун. Я вот честно вам скажу, я не знаю, что с вами сделает Саня Спешл в случае его победы. Я подумал головой вообще, с кем сотрудничать. Я хотела себе еще. Я хотела себе еще. Поживем, увидим, поживем, увидим. Здорово, ваш вопрос. Кому мне, Санечке, задать вопрос? Саня? Хотите, у вас есть возможность, кому угодно, это ваше право. Ну, чтоб не расслаблялся, Саня, кандидат Саня. Твоя позиция относительно наличия ядерного оружия. Какова будет? Развернутая ответственность. Сугубо нейтральная. Нейтральная? Я, в принципе, я не против. В принципе, я против. То есть, двоякое такое мнение. Потому что настоятельное оружие, это, в принципе, угроза на нашего острова. Та или иная. То есть, у нас нет абсолютно никакой инфраструктуры для этого. Если вы собираетесь это строить, это стоит очень больших денег. У меня вопрос к гражданину, который говорил по поводу создания ядерного оружия. Не боитесь ли вы то, что кто-то может узнать о том, что наш остров мечтает создавать ядерное оружие, и на нас могут направить какие-либо силы подъектно это? То есть, нас напасть могут или что-то подобное. То есть, подвергните жизнь наших граждан. Так же вообще всего острова. Могу ответить на этот вопрос. Смотрите, все страны, государства, которые владеют ядерным оружием, на них никто не нападает. Взять в пример же Северную Корею. Полная разруха у них максимальная. Конечно, я понимаю, там они все сумасшедшие и все тому подобное. Но при наличии ядерного оружия только дернетесь к ним, только придите. Все прекрасно понимают, какие будут последствия. Я не хочу разрухи, я хочу не допустить даже мысли у этих гигантов прийти сюда с оружием. Чтобы они даже не думали, не заикались об этом. Вы считаете, что они на нас не нападут в вашем мнении, да? Ну, разумеется, конечно, это аргумент. У меня в предвыборной моей гонке написана программа, называется «Чтоб чужих боялись». Саня Спешл, кандидат-губернатор, уже назвал это пустословием. Но я пишу, конкретно касаемо бандформирования, сейчас скажу, конечно, но касаемо прем-груперов. Уже три группировки согласились не ездить в провалы и перестать терроризировать граждан. То есть конкретно сейчас, если я встаю на ползу губернатора, я это делаю. Я прошу их этим больше не заниматься. Они мою просьбу выполнят, поверьте мне. Конкретно бандформирования. Известно мне около трех-четырех крупных бандформирований, которые терроризируют Кавалу. То есть вы хотите просто предоставить деньги? Или что вы можете предоставить? Как вы собираетесь решить этот вопрос? Хорошо. Давайте более подробно об этом опишите. А Доминик братан? Смотрите, со всеми прем-группировками и бандформированиями, с которыми я имею связь, деньги им в принципе не интересуют. То есть предоставлять им деньги с бюджета, не волнуйтесь, никто не будет. Ну, я хочу еще пару слов добавить. То есть вы говорите, что им нет смысла как-то просить у кого-то деньги, то есть они делают это, грубо говоря, по приколу, если так уж выражаться. Я бы так не выразился. Как вы сказали? Потому что вы вы сказали, что им интереснее деньги. Смотрите, гражданин Блокстоун и гражданин Саймис Пешел. Все мы знаем, что вы находитесь, ну, по моей информации, вы находитесь в одном банкформировании, так скажем, где Саня Спешел занимался своими нелегальными делами, а вы Блокстоун промышляли свою деятельность. Сейчас же вы выступаете на дебатах против друг друга. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Так как вообще вы собираетесь дальше продолжать свои взаимоотношения после этой гонки, когда кто-то из вас, к примеру, победит? И вообще, как может произойти такое, если ваша дружба, взаимоотношения падут? Что будет дальше, если один начнет агрессировать на посту на другого? Я отвечу. По поводу своего прошлого и местами даже настоящего хочу ответить, что где-то я, возможно, был замечен в каких-то нелегальных, возможно, действиях. Я не скрою, что в прошлом нарушал законы. Однако важно осознавать причины и, так скажем, контекст всех моих действий, которые я всегда делал. Я не стремился к хаосу или террору, а использовал все вот это как акт такого некого протеста против продажности и коррупции. Я понимаю, что нарушал действующие законы, но все-таки я не ставлю себя на одну ступень с теми, кто терроризирует по-настоящему наш город, наше государство в своих каких-то собственных интересах. Мои действия направлены больше на привлечение внимания к проблемам, которыми мы сталкиваемся с вами ежедневно. И все это стимулирует, так скажем, общество обсуждать эти проблемы. А по поводу моего взаимоотношения с Аней Спешл, да, мы с ним давно знакомы, и просто наши интересы и политическая программа расходятся в некотором роде. Ну, если его выберут, я, ну что поделать? Хорошо, значит, вы так хотите, я не против, это ваше право. Я не буду ему мешать, посмотрим. Возможно, может из него получится и хороший правитель, я не знаю. Сейчас я произнесу вопрос к Санне Спешлу. Сейчас я произнесу фразу, высказку, так скажем, одного из политиков, произнесущего имя Станислав Эжелец. Его зовут. Прошу прокомментировать Саню Спешл, что эта высказка значит для него, как он еще может ее расшифровать, ну, проверить его мозг. Я ее цитирую, поэтому прошу вас всех сейчас быть внимательнее. Каждая фраза значит, что-то. Народы, которые представляют собой сумму «я», мне как-то ближе, чем народы, представляющие собой часть «мы». Опишите, пожалуйста, что вы думаете. Есть, у меня есть ответ на этот вопрос. Это кому вопрос-то? Я просто не понимаю, зачем вы сделали этот вопрос. Мозга мало, мозга мало. Ну, это уже не надо оскорблять. Ну, это чудо оскорблении о вашей стране. Гражданин Фуда, вот лично я знаю ответ на этот вопрос, но я считаю это явной провокацией и не хочу даже на него отвечать. Я уже понимаю, куда вы клонитесь. Начитались интересных статей в интернете, пытаетесь нас провоцировать на то, что мы не знаем якобы какой-то ответ. Все мы прекрасно знаем. Это очень простой вопрос, вопрос тоже даже шифровать. Это простой вопрос, но это провокация, мистер Федор, это провокация. Я на провокации... Я не задавал вопросы никогда про вашу ложь. Вы о чем вообще? Я про гражданина Бокстоуна, а вы с одной шайки. Ладно, давайте ведущего слушать. Гражданин Фуда, то, что вы предлагаете сейчас выкупить интересы всех вот этих бандформирований и ехать с ними договариваться, давать им подачки, хотя эти вопросы решаются максимально жестко и по-другому, вы готовы ехать по всем этим притонам, лично с ними разговаривать, чтобы они не трогали граждан. Это что это за качество лидера, простите, черт возьми? Все эти деньги надо выделить в армию, в департамент, и пусть они гонят их нахер отсюда, всех этих придурков. Боксон, Боксон, правительство никогда не решило этот вопрос, кто бы не был у власти. И здесь может решить только человек, который на острове давно... Дипломатия, значит, вы собрались решать, да, вопрос? Все эти помешали и может решить этот вопрос вот конкретно с этими людьми. Если я... Вы крестный отец? Вы крестный отец мистер Фуда? Что вас будут слушать? Пусть будет так. Благодарю вас. Подытоживая, скажу вам так, это мое личное мнение, кто-то может быть с этим согласен, кто-то может быть не согласен, но на моей памяти, пожалуй, это одни из самых конкурентно способных выборов. Это, опять же, мое мнение, как мне кажется. И выбор у вас, честно говоря, представил себя вот на месте человека, который будет, соответственно, в урну бросать бюллетень. Терево, нет. Выбор, выбор не из легких. Не из легких. То есть тут есть над чем подумать, над чем подумать над словами, соответственно, кандидатов, проанализировать, что называется, переспать с этой мыслью, ну, а уже в день выборов сделать свой, соответственно, ответственный выбор и проявить свою гражданскую позицию. Кандидаты, вам спасибо огромное за участие, за то, что пришли, не побоялись. Спасибо за откровенность и, соответственно, за ваше время. Граждане, вам тоже спасибо огромное, что пришли. На этом, да, наши дебаты заканчиваются. Всем спасибо за участие. Ну вот как-то так, дамы и господа. Спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Ставьте ваши комментарии, пишите идеи. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.